всем привет сегодня у меня на обзоре смартфоны лига m8 pro ссылку на проверенную продавца вы сможете найти в описании по комплектации со смартфоном в коробке у нас идет вилка 5 вольт 1 ампер наушники очень дешевые и очень плохого качества даже распаковывать их не хочу такие же были со смартфоном лига m5 и m5 pro и провод для зарядки итак переходим непосредственно к самому смартфон смартфон выполнен у нас из металла качество сборки отлично никаких претензий нету сзади у нас имеется разъем под карту памяти поддержка до 128 гигабайт и также две sim карты можно вставить батарея хоть и выглядит большой но на самом деле она у нас на 3500 миллиампер часов сама задняя крышка вот такая вот глянцевая текстурированная закос под металл наверное сделан подполированный но в руке лежит он на самом деле приятно итак основные характеристики данного смартфона экран у 5 и 7 дюймов разрешение hd матрица и ps но не угли соответственно воздушная прослойка имеется ночью при минимальном запасе яркости очень комфортно читать а вот на ярком солнце не хватает яркости немного хотелось бы побольше но имеем что имеем камера у нас фронтальная на 5 мегапикселей с интерполяции до 8 сзади имеется сканер отпечатков пальцев однодиодная вспышка и два модуля один из них установлен на 8 мегапикселей с интерполяции до 13 а второй на 5 с интерполяции до 8 вторая камера на самом деле всего вернее что здесь фейк потому что непонятно что она делает за что она отвечает и если она там вообще но это в одном и следующем видео я разберу этот смартфон до болтиков и посмотрю стоит ли там вообще камера или может быть производитель просто ввел в заблуждение в данном смартфоне установлен процессор фирмы mtk 6737 четырехъядерный 64 битный оперативной памяти у нас два гигабайта из них загружена системой около 600-900 мегабайт постоянной памяти на 16 гигабайт из них доступно около 11 гигабайт в принципе все это у нас дело работает очень даже плавно без каких-либо особых тормозов тормозов вообще в принципе я не заметил но если конечно систему нагрузить конкретно туда наверное начнутся подлагивание тормоза все это работает у нас под фирменная оболочка flame us она очень прикольная необычная в ней много настроек всяких поддержка разных жестов пример вот такие вот полезные менюшки и так а также тут встроены темы оформление можно сменить все это реально все это прикольно все это очень быстро меняется но она опять-таки так скажем на любителя кому-то нравится кому-то не нравится мне в принципе устраивает она очень даже удобно также если режим энергосбережения который реально продлит работу аккумулятора отключается вся анимация полностью вас тупо звонил к и печатать sms и браузер по качеству связи и собеседника я собеседника слышали друг другу нормально звонила с него очень много на самом деле так что вот в плане как звонилка большая это очень хороший телефон и претензий к нему особых нету итак давайте посмотрим на результаты тестирования доктор веб нам говорит о том что в телефоне установлено два вируса а точнее рекламных модулей и вас будет мучить реклама периодически удалить их можно при наличии root прав ссылку на установку руд доступа на данный смартфон я оставлю в описании далее мультитач как я уже говорил на пять касаний и gps тест у нас неплохие показатели потому что сейчас паспортная погода в виде 14 использует 7 в принципе все очень даже неплохо его можно смело использовать как автомобильный навигатор и результатом тут у нас почти 30 тысяч что и следовало ожидать принципе отличный результат итак давайте подводить итоги немного плюсов немного минусов в общем сам смартфон отличный на самом деле и рамка у него металлическая и качественно он собранный и камера для своей цены у него нормальная пускай и их и не две там как бы сзади а может их там и две но по факту камера неплохая для своей ценовой категории тестировать ее не буду потому что это обычная по сути дела 8 мегапиксельная камера ничего фантастического от нее не стоит ждать этот смартфон нужен исключительно тем кому нужен большой экран а никому нужна двойная камера из минусов все-таки маленькое разрешение экранов но опять таки если бы здесь было уже full hd нагрузка на процессора намного было бы больше соответственно производительность была бы значительно ниже и при использовании день-два вы просто не замечаете ни этих пикселей ничего не такие уж они огромные как все говорят в обзорах о них экран нормальный никаких предназий к нему так таковых то и особо не имею по скорости работы телефон сам по себе все работает шустренько прикольно и эта оболочка flame os очень необычная красивая кто уже пользовался смартфонами либо тут понимает о чем я говорю также из минусов стоит отметить что в прошивке имеются два вируса и удалить их можно только либо с помощью root прав но это не проблема пять минут устанавливать права удаляете все у вас чистая прошивка второй вариант как можно прошить просто чистую прошивку с уже удаленными вирусами ссылку на который я тоже оставлю в описании прошивается на через flash tools примерно 5 10 минут у вас готова чистая прошивочка будет также из плюсов хотелось бы отметить что качество связи и качество динамиков очень даже неплохое и в наушниках тоже звук сам по себе хороший естественно не на тех наушников которые идут в комплекте там вообще не наушники а полное дно но если у вас хорошие наушники звук будет достаточно неплохой много смартфонов как бы у меня имеется в наличии и здесь реально хороший звук опять таки для своей ценовой категории по сути дела этот смартфон является тем же самым лига м8 не про версия здесь просто добавили поддержку 4g как бы давали вторую камеру фейковую и все разницы особой нету что в том смартфоне есть вирусы что в этом но это хороший смартфон и его стоит однозначно покупать если вам нужен телефон с большим экраном и зарядки хватает на день никаких проблем нету и оптимизация в прошивке в принципе неплохая если убрать вирус то будет вообще все замечательно так вот получился вот такой вот хорошенький смартфон так что переходите по ссылке в описании заказывайте если он вам понравился всем спасибо за просмотр ставьте лайки кому понравилось и до новых встреч пока